Итак, на днях выбрался на рыбалку, взял с собой три комплекта снаряжения, легких, не тяжелых, и, соответственно, взял свой первый байт кастовый комплект, соуга и ланг, поучиться, потренироваться, побегать, покидать, понять и так далее. Итак, поскольку я еще не научился снимать видео прямо с берега, как-то у меня не получается, решил рассказать все дома. Открыл для себя новый вид спортивной рыбалки, называется фитнес фишинг, цель которого является набегаться, напрыгаться, физически устать и ничего не поймать. Тоже есть такое направление, называется фитнес фишинг, для себя открыл. Итак, про этот комплект я уже рассказывал, вот такая вот палочка, очень удобная, очень удобно сидеть в руке, довольно-таки качественно сделана, не буду говорить, что что-то там супер-купер, или что-то там недоделано. Палочка за свои деньги и катушка, даже скажу так, палочка за свои деньги лучше, чем катушка, потому что на вот эту палку я хочу найти еще несколько катушек, более дорогих и более хороших. А вот палочка сама по себе мне понравилась. Во-первых, не думал, что эта солома мне может так понравиться, но понравилась. И я понял еще то, что размер вот этот 2.10 для байткастинга самый оптимальный. У меня есть несколько удилищ байткастовых, купил, еще не использовал, где они длиннее. Но вот сижу, махаю дома эти палки, и вот что-то не так, что-то не хватает. А вот это размер 2.10, я выходил на море с 2.10 размером, и он как раз самый-самый-самый-самый оптимальный, наверное, размер для байткастового удилища, для меня. Так, что дальше? Лайн-вейт 10-20 либров, шнур рекомендуется 10-20 либров, и луровейт 10-30 грамм. То есть для приманок оптимальные веса 10-30 грамм, хотя вот в этом комплекте в сочетании палочкой и катушка 10-30 грамм это не то, что нужно ей. Потому что 10 грамм она практически не кидает, а я заметил, что кидать она начинает от 15 грамм. То есть у меня были там джиги по 10 грамм, по 15 грамм, по 30 грамм, по 20 грамм, и я понял, что лучше всего она кидает 15 грамм. 30 грамм хорошо кидает, больше я ее не нагружал. Хотя в этот раз я ее насиловал очень сильно, этот комплект, пытался с него выжать все, что можно, и сейчас я расскажу, что там происходило. В общем, палочка зачетная, достойная, мне понравилась. А вот с катушкой, ну что вы хотите за такой комплект? Соу Гай Ланг, самая дешманская катушка. Несколько раз падала у меня в соленую воду, поэтому пришлось перебирать, пересмазывать, перемазывать, потому что перемыл, а потом через неделю-две открыл, а там все подшипники уже были поржавевшие, соответственно, ржавчина, если коррозия поразила подшипники, то и работать они уже будут не так качественно, потому что допуски уменьшились, посадки там уменьшились и все такое. Прошло, произошло геометрическое смещение. Ну, кто в механике разбирается, тут понимает, что шарик, например, или подшипник в процессе коррозии, он может уменьшиться и, соответственно, уже не будет так работать. Ладно, это тема не в тему, а по катушке. В общем, разобрал, перемазал и потом опять пошел на рыбалку. Что я сюда намотал? Сюда я намотал шнур 0.8 14 либра в 150 метров, лейдун. Вот, намотал. Это вот такие вот тоже дешманские шнуры. Почему я сторонник вот этих дешманских шнуров? Потому что, еще раз говорю, это комплект не для рыбалки, а больше для фитнес-фишинга и для приобретения первого опыта. У меня на более дорогих комплектах с мясорубками были случаи, когда я терял и воблеры, которые стоят по 20 долларов, и нитки у GK у меня уходили по 300-400 метров. И, соответственно, я пришел к выводу, что когда ты учишься, все-таки лучше брать, ну, не самые дешманские, хотя я вам покажу, у меня есть один комплект неубиваемый. И там самый-самый дешманский, который там стоил 10 долларов, я не знаю сколько, но на им палочка и катушка, как она называется, сейчас вспомню, Юмоши. Юмоши, это у меня неубиваемый комплект, который до сих пор за 10 лет не могу убить, хотя я его практически всегда беру с собой на рыбалку и ничего. Итак, поехали. В общем, кидал я 10-15-30 грамм, 10 никак не летит, 15, конечно, летит лучше, 30 тоже хорошо летит, но больше не нагружал. И проблема в чем? Например, с бородами я уже разобрался, с бородами я понял, как не делать на байткастовой катушке бороды. Это сначала, как я настраиваю катушку, я, например, делаю так, переключаю на переключатель, сколько у меня тут, 9 значений, я ставлю, например, на 5, на 4 посередине, потом осевиком я подтягиваю, кидаю, подтягиваю, кидаю, подтягиваю, кидаю, подтягиваю до того момента, пока самим осевиком, без ничего, кидаю, подтягиваю, пока перестанут образовываться бороды. Потом уже вот этим отпускаю на минус или же затягиваю на плюс. В принципе, где-то так я научился регулировать вот эту катушку, чтобы она не бородила. И заодно расскажу про недостаток, про недостаток байткастинговых катушек, которые, может быть, все-таки нужно знать, не знаю, это недостаток или преимущество, но я заметил такую вещь, что проблема с этими бородами образуется тогда, когда вот кидаю, например, 10-граммовую приманку, настроил, все, кидаю 10-граммовую приманку, или там 15-граммовую приманку возьмем за пример, кидаю, 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 настроил, все, могу 100 раз кинуть, ни одной бороды нет. Но как только я меняю приманку на более тяжелую или на более легкую, нужно сразу же перестраивать вот этот механизм, потому что если вы, например, кидаете, настроили на 15-граммовую приманку, кидаете, кидаете, у вас бород нету, и потом поменяли приманку, например, уже 12-13 грамм или что, и вот этот каждый грамм имеет значение, и уже из-за этого она будет бородить. Поэтому 15-граммовую я настраиваю, а потом уже, когда меняют, все равно нужно перестраивать. Я уже переключателем пробую найти ту позицию, на которой должна работать шпуля и не бородить. Где-то так вот, я для себя вот так вот понял, как настраивать байткастовую катушку, самую примитивную, самую простую. То есть сначала здесь посередине, здесь подтянул на среднем весе, например, у меня палочка написана 10-30, я беру 15-граммовый вес и вот так вот подтягиваю, настраиваю, а потом уже, когда меняю на меньший вес, уже здесь или здесь, и если этого не хватает, опять-таки осевиком подтягиваю. В общем, это все навыки, все навыки, вот для этого это создано, для того, чтобы дать вам какие-то первые навыки. Не требуйте от этого многого. Это начальный, начальный, начальный уровень, а то и даже не самый начальный, а ниже начального, для чайников, как я. Вот. Так, что еще заметил? Кроме того, что образуются бороды, как с ними бороться, я уже понял. А заметил еще такую вещь, что сильно кинуть не получается, потому что все-таки силовой кидок, когда амплитуда и импульс очень сильный при броске, получается так, что у меня начинают эти подшипники грохотать. В общем, грохот в подшипниках, не такой звук, как у байткасовой катушки, там, и она улетела. А тут именно вот грохот подшипника. Кто знает, как грохочут подшипники, тот никогда это ни с чем не спутает. Фактически при 15, так как я уже ее перемывал, перечищал, и я допускаю, что подшипники там немного подселись от ржавчины, ржавчина тоже является абразивом, если ее не смыть, не промыть, она будет съедать шарики, она будет съедать подшипники, и будет зазор больше, чем необходимо, и, соответственно, от этого будет грохот. Так вот, у меня в прошлый раз грохотали подшипники, так что, еще раз говорю, я носил этот комплект на прошлом выезде, не знаю, как вам объяснить, но очень жестко я использовал. И в то же время палочка выдержала, ничего не сломалось, хотя никакую рыбу я не выудил, не вытащил, но в то же время накидался вдоволь. Так, что еще заметил, что еще заметил, три потери приманки, три раза я потерял на них приманки, три джига, почему, потому что я намотал сюда плетенку 0,8, 0,8, и что происходило, происходила следующая вещь. При сильном силовом броске, когда были перебежки, случались перебежки, конечно, бороды не образовывались, но иногда перебежки были. И что происходило, когда происходила перебежка? Из-за того, что вот эта плетенка 0,8, при перебежке, я уже потом, когда разбирал, разматывал, эта нитка попадает вот сюда, вот так вот, сейчас я вам покажу. Вот эту щель между корпусом и шпулей, так, залазь, в прошлый раз залазила, куда она залазила, или сюда, или сюда, сейчас разберемся, продемонстрировать, что происходило, и таким образом я потерял три джига, хорошо, что они были дешманские, дешевые, они недорогие. В общем, вот, не знаю, как это получилось, у меня во время бросков, что нитка заходила вот сюда между, когда образовались перебежки, нитка заходила между шпулей, между шпулей и корпусом, и наматывалась, и там делала несколько оборотов вокруг оси, и вот такой тоже для меня опыт. Нужно делать шнур, ставить шнур такой, чтобы был толще вот этого зазора. Вот это у меня, век учись, век живи, век учись, все равно чайником останешься. Вот так вот залезла при перебежке, и вот так вот я потерял три джига. Вот, поэтому сейчас буду перематывать, сейчас буду перематывать на новый шнур, буду ставить новый шнур, проверю, чтобы он туда не залазил. Конечно, его будет меньше, сколько у меня тут было, 150 метров, придется ставить меньше метров 100, а то и 70, но потолще. Хотя у нас на море, вот у меня на шпулях стоит 150 это минимум, обычно у нас, если берет какая-то рыба, то морская, это вам не речная, не озерная, не щука, и не карась, и не язь, и не окунь. Она начинает убегать сразу же, и может вымотать и 300 метров, и 150, и 200 метров лески. Вот такой вот у меня был выезд. Так, что еще, по палочке я сказал, комплект свою функцию выполнил, до сих пор он выполняет, приобретение первого байткастингового опыта, нормальный вариант. Рекомендую, смотрите, а на вот эту палочку я еще все-таки постараюсь поставить что-то поинтереснее. На этом все, всем спасибо за просмотр, до свидания.